Волна вирусных заболеваний в столице. В детских больницах Кишинева нет мест. Чтобы принять всех малышей, нуждающихся в стационарном лечении, в муниципальной детско-клинической больнице номер один увеличили количество коек. Тяжелее всего болезнь переносят дети до 4 лет. Действительно, можно сделать вывод, что с начала декабря увеличилось количество обращений даже госпитализации больных с острыми респираторными заболеваниями, бронхитами и пневмониями. Формы заболеваний разные. Есть пациенты с высокой температурой, затруднённым или шумным дыханием. Есть дети, которые попадают к нам, уже пройдя амбулаторное лечение на основе предписаний семейного врача. Марьяна Бадан – мама двух мальчиков. Одному 4 года, другому всего 9 месяцев. Неделю назад она попала в больницу с младшим. Малыш, скорее всего, заразился от старшего брата, который ходит в детский сад и тяжелее переносит болезнь. Нас госпитализировали с бронхитом. На следующий день сделали рентген и увидели, что у ребёнка пневмония. Мы уже остались здесь. В коридорах больницы мы познакомились с некоторыми мамами, которые признали, что с трудом справляются с этой волной вирусов. С дочкой мы попали в реанимацию. Утром приехали сюда в отделении. Сын просто кашлят, и у него насморк. Я не знаю, каким образом дети заболели, потому что мы сидели дома. Другая мама уже 6 дней находится в больнице с ребёнком. Говорит, что поначалу малыш очень тяжело дышал, но сейчас чувствует себя нормально, и скоро их выпишут. Сюда мы поступили с невысокой температурой, где-то 37,5. Но ребёнок дышал очень тяжело. Я вызвала скорую помощь, и нас привезли в больницу. Я очень тяжело переживал этот период. Сегодня уже лучше, особенно когда услышала, что нас выписывает. Но когда приехал в первый день, была просто разбита. Из-за наплыва маленьких пациентов в больнице решили установить дополнительные койки. Врачи призывают родителей не забывать об элементарных правилах в сезон вирусов. Назначение витамина Д3 каждому ребёнку в этот период. Нужно избегать мест копления людей. Нежелательно ходить с детьми на различные мероприятия, где много людей. И адекватная регидратация в случае заболевания ребёнка. Восполнение жидкости стоит на первом плане во время лечения. С начала этого месяца в муниципальную детскую клиническую больницу номер один ежедневно поступают около 20 детей, заражённых вирусами. Продолжение следует...